Сергей, вот в своей жизни ты занимался многими видами твоего искусства, вот в армейском, в компашном, в боксом, в боксом, в смешанном, в ненаборском. Вот, может, я что-то еще забыл, и какое впечатление у тебя от каждого? И что тебе дал каждый вид ненаборства? Тут тяжело сказать, что дал каждый. Каждый дал сочетание всего того, что сейчас я имею. Не борьба, а, например, там все эти болевые приемы, захваты, все это, и бокс, там, правильно работать, стойки, ну, все просто. Так что с каждого вида спорта я подчеркнул что-то свое. Тяжело сказать, что конкретно, но я просто стал универсалом. Вот, в принципе, и весь ответ. Вот, как тебе все-таки в свое время удалось попасть в эту обойму, закрепиться, и в конечном итоге стать тем, кем ты стал? Потому что, ну, да, вот Федя, Федор Миляненко закрепился, ты, ну, как-то бойцы наши появлялись, потом исчезали, некоторым совсем не удалось это сделать. Что тебе позволило, вот, именно, уже много лет выступать на высоком уровне? Я скажу больше, многие наши бойцы, которые пробивались, попадали на неправильных менеджеров. Дело в том, что у нас в России менеджеры, в большинстве случаев в своем, ну, шарлатаны, они просто, как говорится, подписывают такие договора со спортсменами, что спортсмены дерутся, там, вообще-то просто за копейки. И, как говорится, после боев приезжают, у них не на что купить ни квартиру, ни машину. И, то есть, им предлагают где-то работать в какой-нибудь личной охране или там еще где-нибудь. И там платят больше, чем в боях. Вот, и из-за этого многие спортсмены просто хорошие, перспективные бойцы. Они уходят рано, менеджеры на них заработали денег, посмеялись, тем более, что получили травму какую-нибудь. Я думаю, что это тоже один из таких немалозначных факторов того, что спортсмены не могут пройти дальше, продвинуться. Вот и все. Что касается, вот, твоих коллег по клубу Google Glory, это Листар Аверим, он, скажем, правильно, он в последний раз выступил на новогоднем дыре, после этого больше не уступал. Первое его появление будет 17 июня. Сэмми Шилл тоже после своего выступления на Киеван тоже не уступал, и он сейчас пока не планирует выступать. Ну, а ты все-таки стараешься то там, то там. Ну, каждый спортсмен берет для себя что-то, что он считает правильным, то он и делает. И мое мнение, что надо выступать, надо больше выступать в других видах спорта. Я не говорю, что там надо побеждать, но надо выступать, надо перебороть, надо проходить этот психологический барьер, этот рубеж психологический. Выступать, выступать, постоянно чего-то искать, постоянно где-то копаться, рыться. Моя задача это гран-при, страйк-форс или правила ММА, да, бои. Но я выступаю с удовольствием по боксу, с удовольствием выступаю пока один. И самое главное, что я с удовольствием выступлю, может, по борьбе. Я вот сейчас с тренерами, с менеджерами тоже обсуждаю этот момент, чтобы выступить где-то, побороться по тому же грэплингу или, может быть, по самбо, даже выступить в России. Просто обязательно надо выступать, 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 искать. Не надо стыдиться того, что ты можешь проиграть в другом виде спорта. Все знают меня как бойца ММА. И то, что я там проиграл где-то по боксу или я проиграл где-то по К1, ну, конечно, где-то в интернете это обсудят, конечно, в интернете скажут, вот там Сергей там себя не показал. Но я знаю, что по правилам ММА я бы, например, выиграл этого бойца без всяких проблем. И для меня самая основная задача – это правила ММА, вот на сегодняшний день. Все остальное – это подводные камни, подводные течения. Я езжу, я не слежусь из-за того, что я выступаю и постоянно, в каждый день я расту. Вот и все. Почему вот сейчас такая ситуация, что, в принципе, в условном интернете, в высшем дивизионе ММА в мире, может быть, всего два российских бойца. Может быть, третий еще, правда, это Шерст-Леменко Белатарева. Я, опять, в России очень много звезд. Я думаю, что есть бойцы, которые будут еще и нас перешагнуть. Но вопрос в том, что будут ли правильные менеджеры, будут ли правильно их вести. Нас кидают под танки. Я говорю, самое главное, у нас цель у наших менеджеров – заработать деньги на спортсмене. Если, например, у европейских менеджеров, то есть я имею в виду иностранных менеджеров, у них все-таки есть мотивация, чтобы спортсмена провести, протащить его, где-то дать ему, может быть, более слабого соперника, может, дать где-то более сил, чтобы подвести его правильно, то наши менеджеры в основе своей им предлагают, ну, я не хочу говорить, кто это или что это, я знаю, что им предлагают определенные, там, гонорары, деньги, там, еще что-то. И они просто спортсменов кидают. Спортсменам платят копейки, я говорю, спортсмены после... Я знаю многих спортсменов, которые сейчас, после того, как они ушли из карьеры, у них нет ни квартир, ни, там, какая-нибудь старая девятка, ездить на какой-нибудь старой девятке, и работает служба безопасности, подорваться каким-нибудь охранникам или еще, потому что до такой степени в России пока это еще не на том уровне, как за границей. Это факт. И я думаю, в это, и еще раз повторяю, что это тоже немаловажная причина. Вот и все. Тот же кикбоксинг, а вот до недавнего времени, опять же, на высшем дивизионе, вот Киеван, выступал настолько караев, который уже полтора года не видно. Ты вообще не знаешь, там, почему, какие причины, если он не выступает? Причин не знаю, надо с ним встретиться, поговорить с Русланом. Я с ним давно не виделся. Вот как он ушел, какое-то время не выступал, и я тоже отсутствовал определенное время, то есть я с ним как-то... Раньше мы тренировались в одном клубе, в Golden Glory, мы вот большее время проводили в зале, там, в тренировках. То есть сейчас я его давно не видел, надо обязательно встречу, поинтересуюсь. Я думаю, что он еще будет выступать. Молодой, в принципе, парень, ему еще... Руслан младше меня, так что еще, я думаю... Конечно, я думаю, может быть, тактически он взял какую-то паузу, потому что были серьезные проигрыши. Если бы я проиграл там бой с серьезным тяжелым нокаутом, то я бы тоже ушел на определенное время. И там отдохнул бы. Я думаю, что он взял какую-то паузу и сейчас пережидает. Я думаю, что он вернется. Хотя я не могу сказать за спортсмена. А вот, опять, возвращаясь к коллегам по цеху, ну, твое мнение, вот эти два подряд поражения Федора и Миленкерс, как ты думаешь, в чем первопричина? Ну, тяжело сказать, в чем причина конкретно. Я думаю, может быть, там и в тренерском штабе какая-то есть причина. Может быть, и в спарринг-партнерах. Я думаю, что Федору на сегодняшний момент он правильно делает, что он выехал в Голландию, что он сейчас, может быть, еще куда-то съездит. Надо выезжать. Надо выезжать. Надо, чтобы выступать на сегодняшнем, на международном уровне. Раньше он был действительно лучший. И я думаю, что он и сегодня может вернуть свое имя. У него есть имя, и его не надо возвращать, оно и есть. Я не это хочу сказать. Я хочу сказать, что надо больше тренироваться за границей. Надо больше, надо тренироваться, надо набирать себе спарринг-партнеров. Ну, это мое мнение. Стараться вот взять какого-нибудь хорошего спарринг-партнера, там, чемпиона мира по джиу-джитсу. Взять хорошего, как вот я вот, например, взял, ну, не взял, а точнее, он мне предоставил это клуб, и мы... Мы большие друзья с Джоном Оловым. Да, также мы... У нас хорошее отношение, и с Элистером мы берем. Со всеми у нас хорошее отношение. Понятно, что если мы будем в ринг, мы будем драться как бойцы, как воины. Но если думать о том, что, как бы, с ним не тренироваться, то ты будешь просто стоять на месте. Мы вместе тренируемся, вместе стоим в парах. Понятно, что мы где-то открываемся. Мы раскрываем свои какие-то секреты. Но, по крайней мере, мы растем каждый день. Мы каждый день растем. И я рад, что я действительно попал в такую струю, попал в такими звездами, тренируюсь сейчас. Как тот же и Сэми Шилт, и Алистер, и Тиммерман, Саки. Там у нас большой клуб, очень много звезд. И также очень много бойцов, там, не бойцов, а грэпплеров. Там полно грэпплеров, куча. То есть я могу, у меня нет проблем. Если я, например, пришел в Россию, я когда тренировался, то мне приходилось сидеть на какие-то сборы, куда-то приезжать, там, со сбора России по самбо, там, еще с кем-то. Я с удовольствием еще проведу сборы со сбора России по самбо. Но надо искать, где-то каких-то партнеров искать. Там искать не надо. Там приходишь в зал, в клуб, там тренируется 20 тяжеловесов. Ну, к примеру, 20-30 тяжеловесов. Там в каждый день новые приходят ребята. Мне интересно с ними работать. Я в каждый день там расту. Какие-то навыки получаю. То есть интересно, и человек не стоит на месте. И я думаю, что команда Федора сейчас сделала определенные выводы. И будут ездить почаще, там, куда-то за рубеж. То есть будет Россия. Потому что у него мотивация не пропала. Есть у него желание выступать. Это какая-то эмоция? Я не могу влезть в голову другого человека. Это твое мнение? Моем... Взгляд со стороны? Взгляд со стороны... Я хочу сказать, что, конечно, Федору тяжело было пережить поражение после Фабрица Вердума. Потому что он длительное время шел без поражений. Ну, были поражения, понятно, по боевому самбо. Он проигрывал на чемпионате мира, я помню. Там когда-то рассечением проигрывал он еще в рингсе. Ну, как бы были определенные... Ну, это были такие все мелочи по сравнению с тем, что вот так вот проиграть ярко, удушающим приемом. Но от этого не застрахован никто. И я думаю, что Федору было тяжело собраться. Я думаю, что у него была мотивация. Он тренировался. Но что-то не пошло, что-то не заладилось. Это... Ну, я не могу влезть в голову другого человека, я не могу. Я ему только хочу пожелать удачи и снова войти в этот мир. Он еще, в принципе, по возрасту нормальные возрастные рамки. 34 года. Это хороший возраст. Вот, например, Джон Олаф Эйнима. Ему там 35 лет. Он даже говорит, я еще себя проявлю. И, например, Рэнди Кутюр 46 лет выступал. То есть, для тяжеловеса легковесы уходят рано. Тяжеловесы держатся долго. Так что, я думаю, что еще все впереди. Все зависит от того, нужно ли это ему. Вот и все. Вот сейчас в России наблюдается дефицит супертежей, как в книге, там уже в ММА. Вот ты осенью говорил, что твой тренер по физической подготовке хочет быть в России здесь школу супертежей открыть. Что-то я такое не помню. Чтобы какие-то школы супертежей. У меня были мысли такие. Это были мои мысли. Я хотел не то, чтобы школу супертежей. Я хотел бы создать... Я вот вижу, когда Федор Емельяненко делает свою команду. Там Александр Емельяненко, Роман Зенцов. Они делали свою команду. Я бы хотел сделать тоже такую команду. Но, конечно, там не будут только супертежи. Я хотел бы сделать команду, чтобы там были ребята и средних весов, и легких. То есть сейчас в мире это очень актуально. Это если раньше в основном люди смотрели только на тяжеловес. То сегодня в каждой весе есть пояс. Это интересно. Я думаю, что если мы создадим такой клуб в России, то если я его возглавлю или кто-то другой возглавит, то я буду помощником, буду помогать, то наш опыт мы как-то ребятам передадим и будем ездить в Бразилию, Голландию, Америку, куда угодно. Самое главное, чтобы сборная России и вообще россияне были лучшими, чтобы все про них слышали, говорили. И еще будут такие же Сергей Харитонов и Федор Емельяненко. И самое главное для меня вот цель, чтобы были еще и лучше нас ребята. Вот самое главное. Какой бренд Сергей Харитонов у кого угодно? Да мне тяжело сказать. Главное, чтобы это была российская команда. Для меня это самое главное. Сергей Харитонов это будет или еще как-то она будет называться. Но главное, чтобы моя цель, моя задача, чтобы о России говорили. Она была на слуху. И чтобы Россию уважали. Ее и так уважают. Но если будет больше у нас бойцов, то мы будем еще сильнее. И еще больше народу притянем к тому, чтобы люди занимались боями в России. И будет здоровая, нормальная нация, здоровое поколение. Ну вот, ты в твоей карьере там встречалась, ты проигрывал, в том числе проигрывал нокаут, поднимался. Да, проигрывал. Продолжал работать дальше. Вот как тебе легко удавалось после этого восстановиться? Ну, никаких проблем со здоровьем не осталось? Нет, проблем со здоровьем нету никаких. Конечно, были определенные психологические такие вот потрясения. Я-то думал много. Я переоценивал, делал определенные выводы. Но мое мнение, что старая поговорка. Кто никогда не падал, тот никогда и не поднимался. Мы даже скажем про любой вид спорта. Даже сегодня Кличко, Владимир и Виталий в боксе. Одно время Владимир проигрывал два раза, по-моему, нокаутом. Проигрывал. И что сегодня он лучший в боксе. Сегодня он, кто бы что ни говорил, сегодня он номер один в боксе. И он прошел, ему можно отдать должное. Кто бы что ни говорил, что он там некрасиво боксирует, ему не нравится, многим не нравится его бокс. Но сегодня он лучший, и это факт. Ну, я еще почему-то спрашиваю, потому что недавно прочитал, в каком состоянии сейчас находится Гарри Гудридж. Это человек, который два раза в неделю посещает доктора, который каждый день принимает таблетки, у которого серьезные проблемы с головным мозгом. Я скажу, что как и в любом виде спорта, как в боях, в боксе, где угодно, если где-то ко всему подходить без головы, то можно там и потом и докторов посещать. Не застрахован от этого никто. Но мое мнение, что спортсмен – это не просто человек, который чисто вот он видит цели, идет там, грубо говоря, там просто бить бездумаючи. Он должен думать, он должен строить определенную тактику, он должен выступать, как я, например, выступаю на соревнованиях, для чего-то. Не просто так вот, мне сказали, и ты пошел. Человек должен думать. Иначе, действительно, если там будут кидать вовсюду, будешь выступить штамм, выступишь штамм, конечно, голова, она не железная, до этого не застрахован никто. Вот еще такой вопрос, опять же, возвращаясь к поединку Лебедева и Джонса. Лебедев, презентуя себя, вот ты же десантник в прошлом, да? Да, да, да. А здесь человек, который, в общем, Лебедев, никакого отношения к воздушно-десантным войскам не имея, в то же самое время одевает линяшку, одевает берет. И, в общем, это, что он делает, как-то своего уважения к воздушно-десантным войскам. Как ты относишься к тому, что человек, который не имеет отношения к воздушно-десантным войскам, носит такие дорогие сердца каждого десантника атрибуты? Ну, я хорошо знаю Дениса, я знаю окружение, друзей Дениса. Просто Дениса окружает очень много количества десантников, и не каждый десантник, грубо говоря, может выйти, там, на такой уровень подняться. Он хорошо относится к воздушно-десантным войскам, он постоянно тоже отмечает день ВДВ. Я думаю, что в этом нет ничего такого плохого. Хорошо, что о воздушно-десантных войсках говорят, слышат. И он создал себе такой имидж, он его делает. Не знаю, хорошо это или плохо, но самое главное, что ему это нравится, если он так хочет, его, может, это заводит, настраивает. Так что не вижу ничего там такого плохого. Он, собственно, на какой-то из боев ты выходил под композицию «Если с другом вышел в путь». Было такое? Нет, такого не было. Не было? Какого я не помню, с каким другим другом вышел в путь. Я выходил под две композиции. Это группа Любе «Давай за них, давай за нас» и песня «Русь» исполнения Николая Емелина. А сейчас вот... «Русь» Николая Емелина. От «Русь» Николая Емелина. Да, 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 конечно. Под ту же песню. Она мне нравится, она мне заводит. Так что главное, чтобы песня была, я считаю, что наша российская песня, музыка звучала. И это мое мнение. Я должен выходить, зная, что за мной моя страна, я представляю свою страну. И для меня это самое главное. И песня обязательно должна звучать со словами, с нормальными русскими словами. Что ты можешь пожелать тем, кто занимается единоборствами, кто идет по этому нелегкому пути? Сказать, как и любой, наверное, скажет, чтобы ребята тренировались, не останавливались на достигнутом, никогда не стыдили своих проигрышей. Сегодня ты проиграл, завтра проиграл, послезавтра ты выиграл. Многие спортсмены раскрывают у каждого свой организм. Если, например, один может себя показать 18, 19, 20 лет, потом 22, 23 смотришь, он уже себя истаскал, то есть, или там организм как-то ему, ну, что-то ему, что-то у него остановилось. То другие там в 29, 30, 35 лет только начинают раскрываться. Чтобы ребята никогда не, конечно, переживают все это свои поражения, свои там какие-то, ну, чтобы главное не останавливались, шли к своей намеченной цели. И тогда у нас будут рождаться новые звездочки, новые чемпионы. Вот и все. А еще, у нас квартал, в первую очередь, посвящен каратэ Кёксинкай. В своей жизни ты сталкивался с этим каратэ, если сталкивался, что ты можешь об этом сказать? Я даже ходил секцию целый месяц, месяц или полтора, секцию каратэ ходил. Главное, чтобы занимались, каждому нравится свой вид спорта. Мне нравится вот это, другому там нравится каратэ, третьему нравится там тэквондо, четвертому там бег нравится. Главное, чтобы наше молодое поколение тренировалось, занималось спортом и было чем-то занято, чтобы не шлялись по улицам, не там, не курили, там, не употребляли наркотики, там, какие-то драки. Я вот забыл в последний раз, когда я там на улице что-то, какие-то отношения выяснял. Хотя, там, все думают, что я там где-то могу спокойно там где-то подраться, но никогда мне это не нужно. То есть я занят постоянно делом, я занят спортом. Я могу только, если применить свои там навыки только в целях самовороны или защиты кого-либо. Так что спорт это, спорт рождает в людях силу, уверенность и любой вид спорта хороший. Так что я говорю, что каратэ это или еще какой-то другой вид спорта. Надо им заниматься и развивать, развивать спорт в России. Да, еще когда, по-моему, ты ходил к тебе на битве чемпионов, он спрашивал по поводу твоего следующего поединка. И, в принципе, поединок должен был быть скоро, а ты еще не знал, как вот для тебя было неожиданностью. Как раз и под Новый год тебя... Да, нет... Говорят, еще кто-то сказал, что тебя сорвали с отдыха в Таиланде. Ну, все, я не люблю вообще отдых. Я люблю активный отдых. Если даже я где-то нахожусь на отдыхе, в Таиланде это или в России, это еще где-то, я всегда активно отдыхаю. Если приехал на море, например, я там люблю в волейболку поиграть, в зал сходить, поплавать, где-то какие-то экскурсии сходить. Так я не люблю чистый отдых такой, чтобы он был чисто лежать на пляже, развалиться. Я такой человек постоянно в движении. Я не могу сидеть на месте. Постоянно двигаться, двигаться, двигаться. То есть получается так, что новогоднее выступление на Дрим это тоже был новогодний отдых? Ну, профессиональный новогодний отдых. Ну, не так, конечно. Мне предложили, я решил, все взвесил и решил не отказываться. Вот и все. Спасибо. Да, не за что.